Торговля людьми в России к началу 19 века была делом обычным и обыденным, хотя и вызывала она у людей просвещенных чувство некоторой неловкости. Отказаться от крепостных, которые составляли главную движущую силу любого дворянского хозяйства, было решительно невозможно. Ведь не только состояние, но и вес человека в обществе оценивался не столько по чину и доходам от службы, сколько по десятинам земли и ревизским душам, которыми он владел. С другой стороны, владение христианами как скотом в глазах европейцев было архаической дикостью. В отчаянной попытке сохранить лицо русские ученые-мужи придумывали способы оправдания крепостных порядков. К примеру, Михаил Грибовский, чиновник и публицист в трактате, посвященном графу Аракчееву, предложил концепцию, позволяющую русскому благородному сословию избежать обвинений в дикости и работорговле. Он писал, что в Российской империи продаются не души и не люди. Предметом торга является обязанность крепостного человека служить своему господину, а его бессмертная христианская душа не имеет к этому решительно никакого отношения. Во как! Кроме того, тот же Грибовский предложил еще одно объяснение для оправдания крепостного права. Он уподоблял крестьян малым детям, которым мудрый родитель до достижения расцвета сил и ума не дает воле совершать поступки по своему разумению. Так что в освобождении крестьян из их природного крепостного состояния не находилось решительно никакого смысла. И в этой исконности и старости права на владение людьми и заключалась главная идея Грибовского. Ведь то, что шло с дедовских времен, проверено и прочно, а любые попытки перемен могут привести к самым печальным последствиям. Грибовский исследовал летописи и рукописные источники русского права и обнаружил, что с древнейших времен в Москве велась торговля рабами, в число которых входили главным образом пленники и несостоятельные должники. В число последних, кстати, входили воры, которые не могли возместить стоимость украденного, а также вольно-наемные работники, которые бежали от хозяина и не могли компенсировать нанесенный побегом ущерб. Если пленных превращали в рабов по праву победителей, то у банкротов существовал выбор, каким способом рассчитываться за невозвращенный долг. Можно было договориться о рабстве на определенный срок, а можно было и трудиться на своего хозяина до тех пор, пока тот не решит, что долг полностью выплачен. Однако нередко несостоятельные должники пытались сторговаться и отдать в вечное рабство кого-то из членов семьи, чаще всего детей. Ох уж эти древние скрепы дивного русского мира. Число рабов в хозяйстве рачительных московитов умножалось как за счет их естественного размножения, так и путем правильного применения действующего законодательства. Так, любой человек, женившийся на рабыне без дозволения и выкупа ее у хозяина, сам превращался в раба. Однако правила, распространявшиеся на рабов, которые стали именоваться холопами, вначале не имели никакого отношения к крестьянству, закабаление которого произошло позже. Достаточно долго земледельцы могли сначала свободно, а затем и с ограничениями менять место жительства и тем самым землевладельца, на пашне которого они работали. Прикрепление крестьян к земле произошло в царствовании последнего Рюриковича, сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича. Прикрепление крестьян к земле, писал профессор Московского университета Беляев, последовало около 1591 года. Оно было принято как средство против излишнего отягощения крестьян казенными податями, но в свою очередь породило новую болезнь в русском обществе – крепостное состояние между крестьянами. Землевладельцы, мало-помалу, приобрели сперва право переводить крестьян с одной своей земли на другую свою же землю. Потом получили право переселять крестьян своей земли на земли других землевладельцев по договорам с ними. Далее право обращать крестьян в дворовые и, наконец, важнейшее право – продавать крестьян без земли. Тем не менее, закон еще резко отличал крестьян от холопов, и крестьяне, живя на владельческой земле, пользовались по закону правами личности и собственности. Полное закабаление крестьян произошло в конце царствия Петра I во время первой переписи населения, первой ревизии 1718-1727 годов. Кстати, многие думают, что рабство и работорговля – это пережитки прошлого, по крайней мере для России. Спешу огорчить таких людей. В отчете Международного агентства Vogue Free в Российской Федерации насчитывается ни много ни мало, сколько бы вы думали, почти 800 тысяч рабов. Я бы, конечно, назвал цифру в 144 миллиона, но здесь немного не об этом. Откуда же взялась эта невероятная цифра в 800 тысяч рабов в России? Если вам интересно, заходите на наш Патреон. Мы подготовили для вас специальное отдельное видео по этой теме. Ссылка на Патреон в подсказке на экране, в описании и первом комментарии. Едем дальше. Болезнь крепостного состояния, писал профессор Беляев, медленно развивавшаяся с прикреплением крестьян к земле, наконец, с первой ревизии быстро пошла вперед. Первой ревизией Петр Великий за один раз поравнял крестьян, членов русского общества с полными холопами, составлявшими частную собственность своих господ. Нет сомнения, что Петр Великий этой важной решительной мерой не думал развивать рабство в России, а, напротив того, желал и бывших уже рабов из безгласной частной собственности поднять в финансовом отношении до значения членов русского общества. Он повелел занести в ревизию в одни списки и холопов, и крестьян, и обложил их одинаковую подушную податью, и рекрутской повинностью, и таким образом составил один нераздельный класс податных членов русского общества. Но эта важная мера, в основании своем способная впоследствии излечить русское общество от болезни развивавшегося крепостного состояния, породила совсем противоположный результат. Самый платеж подушной подати перенесен был на помещиков, так как с полных холопов по закону не имевших собственности и взять было нечего. Процесс продолжила дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна. Вследствие этого по второй ревизии при Елизавете Петровне положено было правилом, чтобы всех вольных людей, не имевших возможности записаться в цех или гильдию, записывать за кого-либо в крепость единственно из платежа подушной подати, продолжает профессор Беляев. Таким образом, крепостное состояние развилось в огромных размерах и не ограничивалось припискою к одним землевладельцам, а напротив, каждый дворянин, хотя бы вовсе не имел собственной земли, мог иметь крепостных людей, только бы принимал платеж за них подушной подати. Елизавета Петровна внесла и другие новшества в законодательство о владении и торговле людьми. Так, с давних времен русским оружейникам, числившимся за оружейной канцелярией, разрешалось покупать до пяти крепостных каждому. Эта мера помогала решить проблему кадров на оборонном производстве. Оружейных заводов в современном смысле этого слова не существовало, и каждый мастер, к примеру, в Туле, изготовлял свои части пистолетов или ружей в своей домашней мастерской. Крепостных им разрешалось покупать потому, что иного способа снабдить их дармовыми подмастерьями не существовало. Мастера же использовали ситуацию в свою пользу. Подготовив искупленного юношей себе замену, они сдавали его для дальнейшей работы вместо себя в оружейное ведомство, а сами, получив освобождение от казенных работ, могли записаться в купцы. В 1760 году подобные вольности были уже запрещены. Настоящий рабовладельческий человеческий рынок в Российской империи сложился после кончины Елизаветы Петровны. Профессор Беляев констатировал, «Полное развитие крепостного права и совершенное обращение крестьян и вообще крепостных людей в безграничную, безгласную частную собственность последовало при Петре Третьем и Екатерине Второй вследствие манифеста от 18 февраля 1762 года и жалованной дворянству грамоты от 21 апреля 1785 года, по которым дворяне освобождены от непременной службы государству и с тем вместе получили подтверждение права приобретать недвижимые населенные имения и крепостных людей на праве полной собственности». К тому же, некоторыми указами Екатерининского времени крепостные люди поставлены были в такую полную и безграничную зависимость от помещиков, что даже потеряли право приносить жалобы на владельческие притеснения. «Закон как бы вовсе отступился от крепостных людей и предоставил их совершенному и безграничному произволу владельцев». Сколько же стоили в ту пору люди? «В царствование Екатерины», – писал академик Василий Ключевский, «еще больше прежнего развилась торговля крепостными душами с землей и без земли. Установились цены на них указные или казенные, и вольные или дворянские». В начале царствования Екатерины при покупке целыми деревнями крестьянская душа с землей обыкновенно ценилась в 30 рублей. С учреждением заемного банка в 1786 году цена души возвысилась до 80 рублей, хотя банк принимал дворянские имения в залог только по 40 рублей за душу. В конце царствования Екатерины вообще трудно было купить имение дешевле 100 рублей за душу. При розничной продаже здоровый работник, покупавшийся в рекруты, ценился в 120 рублей в начале царствования и в 400 рублей в конце его. Эти приблизительные оценки сделаны Ключевским веком позже, по всей видимости на основе газетных объявлений и мемуаров. Однако сохранились и точные сведения о цене крестьян в Екатерининскую эпоху. В 1782 году по требованию капитана второго ранга Петра Андреевича Барноволокова была произведена опись имущества его несостоятельного должника капитана Ивана Ивановича Зиновьева. Чиновники скрупулезно записали и оценили все, от ветхого помещичьего дома до утвари, живности и крестьян. Так вот, по этим описям средняя стоимость людей была следующая. Дворовой мужчина, например, 40 лет, стоил 30 рублей. Женщина тех же лет всего 4 рубля. Столько же стоили 2 коровы или 5 мешков пшеницы. 20-летний крепостной стоил 45 рублей. Женщина крепостная 20 лет 11 рублей. Годовалая девочка оценивалась в 50 копеек, что было дороже свиньи, но дешевле старой лошади. Для сравнения, мерин 5 лет стоил 3 рубля 50 копеек. Взрослая кобыла 95 копеек. Овцы стоили по 40 копеек. А куры по 2 копейки. Столь низкие цены, возможно, объяснялись тем, что волость была захолустной, а деревня захудалой. Но очевидно, что такой порядок цен существовал во всей российской глубинке. В столицах и крупных городах, где оборачивались крупные капиталы, цены на крепостные души стояли гораздо выше. Причем цена крепостного зависела от рыночной ситуации и, так сказать, потребительских качеств товара. Так, очень дорого в несколько тысяч рублей ценились искусные повара. За опытного коафера, то есть парикмахера, запрашивали не менее тысячи. Особой статьей были крепостные, склонные к торговле. Владельцы обкладывали их значительным оброком, и некоторые из этих торговых мужиков приносили дохода не меньше, чем большое поместье. Один из таких молодцев вспоминал, что крепостное состояние его не только не тяготило, но и помогало в делах. Знатный барин с большими связями служил неплохим прикрытием от набегов мелкого чиновничества. Но когда оброк стал непомерно отягощать его, отнимая оборотные средства и разрушая торговлю, он решил выкупиться и предложил за свою свободу пять тысяч рублей. На что получил ответ. И думать забудь. История российской коммерции знала случай, когда крепостные торговцы выкупали себя семьями за умопомрачительные суммы. 25 тысяч рублей и выше. За эти деньги можно было купить весьма значительное по количеству душ имение. Мемуаристы вспоминали, что способы продажи людей разделялись на домашние и ярмарочные. В первом случае покупатель сам приезжал в дом или имение продавца и на месте решал все вопросы купли-продажи, которые затем регистрировались в соответствующих государственных канцеляриях с выплатой пошлины в несколько рублей за каждого проданного. Если же продажа осуществлялась оптом или покупателей по объявлению не находилось, приглашался специальный маклер, отправлявшийся с товаром на рынок или, если хотел получить большой барыш, на ярмарку, нередко на Нижегородскую. Только с воцарением Александра I на торговлю людьми начали накладывать некоторые ограничения. Так, в 1801 году император запретил публиковать в газетах объявления о продаже людей, но реклама-носители и реклама-датели тут же нашли выход. В объявлениях стали писать о сдаче крепостных в аренду, а в 1808 году прекратились продажи людей на ярмарках. Однако, как бы ни менялась ситуация, и какие бы ни происходили изменения цен и законодательства о продаже людей, в одном сегменте российского человеческого рынка наблюдался неизменный и высокий спрос на живой товар. Причем, периоды всплеска спроса совпадали с очередным рекрутским набором новобранцев в армию. Торговля будущими солдатами превратилась в отдельный и самый доходный сегмент человеческого рынка, потому что все попадавшие под рекрутский набор, несмотря на уровень состоятельности, пытались откупиться от него, купить в складчину рекрутский билет, освобождавший от воинской повинности, или человека, готового идти на службу вместо тех, кому предстояло тянуть жребий. И то, и другое обходилось весьма недешево, что порождало коммерцию на рекрутах, хотя качество такого набора в армию было невысоко. Крестьянами, часто через посредников, за большие деньги нанимались ни к чему негодные бобыли, пьяницы, больные, увечные, беглые или бурлаки. Историк Соловьев описывал ситуацию так. Деньги отнимаются у лучших крестьян и отдаются негодным бурлакам. Армия, флот и артиллерия снабжаются самыми дурными рекрутами. В других европейских государствах годному и добровольному человеку дают задатку по 3, 4 или по 5 рублей. А в России от 150 до 200 дают негодяям, которыми безопасность империи и спокойствие народа охранены быть не могут. Бизнес на солдатах не умер даже после отмены крепостного права, поставивший крест на торговле людьми. Торговать рекрутами продолжали вплоть до введения всеобщей воинской повинности в 1874 году. Когда мы сегодня в сердцах называем основную массу населения России рабами, за их безропотность и слепое послушание власти, то мы недалеки от истины. Дело в том, что в исторической перспективе время, прошедшее с отмены крепостного права, совсем невелико. Если взять человека возраста, например, Владимира Путина, то его прабабка и прадед, вероятнее всего, были крепостными. То есть всего три поколения назад. А это значит, что многовековой рабский менталитет еще до сих пор не выветрился и сидит в российском человеке на генетическом уровне. И когда он рассеется, сказать совершенно невозможно. Но говорить об этом обязательно нужно. И рассказывать россиянам об их прошлом, которого они настолько стыдятся, что готовы скорее поверить в сказки о своей героической истории, чем признать пусть позорные, но реальные страницы истории, сделать выводы и жить дальше. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok